Абур Байда В этот важный период в истории ислама весь Шам охватила невиданная эпидемия чумы, и болезнь собрала богатую жатву среди людей. Как только стало известно об этой эпидемии, халиф Умар ибн Аль-Хаттаб направил к своему эмиру Абу-Убайди ибн Аль-Джарраху гонца с посланием, в котором говорилось «У меня появилось срочное дело, в котором я не могу обойтись без тебя. Если ты получишь это письмо ночью, то не жди утра и тут же отправляйся ко мне. Если же письмо придет к тебе утром, то ты должен отправиться ко мне, не дожидаясь вечера». Прочитав послание правителя, Абу-Убайда, будучи умным и проницательным человеком, понял, что предводитель правоверных желает вызволить его из эпицентра эпидемии чумы и тем самым уберечь от опасности заражение смертельной болезнью. Не желая покидать своих верных воинов, он отправил Умару ответное письмо следующего содержания. «О предводитель правоверных, я понял, зачем я нужен тебе. Дело в том, что я нахожусь в рядах армии мусульман и совершенно не испытываю никакого желания уберечься от того, что ожидает их и меня. Я не хочу расставаться с ними до тех пор, пока Аллах не решит мою и их судьбу. Если ты получишь мое послание, то освободи меня от своего приказа и разреши остаться здесь». Прочитав письмо, Умар очень сильно расстроился, а на его глазах появились слезы. Увидев, в какое состояние погрузился халиф, приближенные спросили его, «Неужели Абу-Рубай да скончался, о предводитель правоверных?» На что последовал ответ, «Нет, но он близок к смерти». И предчувствие халифа оказалось верным. Субтитры создавал DimaTorzok